13 и 14 мая в городе Ставрополье прошел церковно-общественный Южно-Российский форум «Крепкая семья. Основа России». Инициаторами форума выступила Ставропольская Владикавказская епархия Русской Православной Церкви. Также это событие прошло при поддержке Общественной Палаты Российской Федерации, Правительства Ставропольского края и Администрации города Ставрополя. В числе участников форума были заявлены представители епархии Юга России, государственной власти, ученые, общественные деятели, работники здравоохранения, культуры, образования и студенты. Ростовская на Дону епархия была представлена телестудией Дон Православный в лице руководителя студии благочинного прихода в Ростовского округа Протерея Иоанна Осяк. Основной целью православного форума стало осмысление ценностей семьи как основы духовно-нравственной устойчивости личности и благополучного развития современного общества. На открытии форума архиепископ Ставропольский Владикавказский Феофан, выступая с торжественной речью, отметил «У меня был, есть и остается другой подход. Нужна не галочка, а нашему обществу необходимо пробуждение». Среди приглашенных были представители национальных республик – Осетии, Ингушетии, Карачаева, Черкесии и Кабардино-Балкарии. «У нас один калказ, у нас одна Россия. И мы будем жить в ней так, как жили наши деды и прадеды в мире и согласии». Участники форума затрагивали вопросы, связанные с проблемами демографии в России, бесприветности детей, незащищенности стариков, наркозависимости и алкоголизме молодого поколения. Докладчики и гости высказывали свое мнение, предлагая пути укрепления российской семьи, подчеркивая государственную важность этого вопроса. Также в первый день форума был подписан договор о сотрудничестве между Российским социальным институтом и Ставропольской Владикавказской епархией Русско-Православной Церкви. По завершению официальной части все участники форума могли насладиться праздничным концертом. Танцевальные коллективы Юга России демонстрировали свое хореографическое мастерство, исполняли традиционные танцы народов Кавказа и русские народные пляски. Певчие коллективы Ставропольского края радовали гостей добрыми и светлыми песнями, призывающими к человеколюбию, миру и согласию всех живущих на земле. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Дорогие друзья, какой замечательный концерт! Прорезался бы у меня голос, вместе бы с вами спел. Какие вы замечательные артисты! Вот наша радость! Вот они являются живыми свидетелями, хранителями наших истоков. События второго дня форума развернулись во Дворце культуры поселка Рыздвяны, в программе которого были заявлены работы по направлениям круглые столы. Архиепископ Ставропольский Владикавказский Феофан дал пресс-конференцию, в которой отметил. Мы заботимся о том, чтобы мир и стабильность на Кавказе, как всегда это было, была бы нормой жизни нашего общества. Будет традиция семьи возрождена, будет счастье индивидуально у каждого человека, и в каждой семье, и благополучие в целом в нашем государстве и в нашем обществе. Очень важная вещь. Поверьте мне, форум будет иметь цепную реакцию, и со Ставрополья пойдет по югу России. Темами круглых столов были обозначены следующие направления. Сегодня мы говорим и об ответственном отцовстве. Сегодня мы говорим о подвиге материнства и помощи матерям в их величественном материнском служении. Сегодня мы говорим и о проблемах воспитания детей. Сегодня мы говорим о детях брошенных, оставленных. Сегодня мы говорим о тех современных вызовах безопасности семьи, как то алкоголизм, наркомания, влияние тоталитарных сект. Телестудия «Дон православный» Ростовской на Дону епархии во главе с протеорием Иоанном Асяк участвовала в «Круглом столе», тема которого «Семья в средствах массовой информации». Задача, конечно, наша, чем мы будем питать людей. Евангелие, правильно сказал переводить, Евангелие – это же пища для души. То же самое и телевидение. Если мы будем людей питать прекрасным, он будет здоров. На «Круглом столе» также обсуждался вопрос о создании общественных советов по надзору, контролю над СМИ, на предмет выявления информации, пагубно влияющей на общество. В обсуждении были четко сформулированы и обозначены различия понятий цензура и общественный совет. Критиковать надо. Но критика должна идти к такому, что не просто сказал – плохо и все. А как хорошо. А вот хорошо, нужно показать вот столько плохо, а вот столько хорошо. По завершении «Круглого стола» все участники пришли к единому мнению, что роль СМИ в обществе очень велика, а вопрос о создании общественных советов должен возыметь поддержку на государственном уровне. Форумы такой направленности всегда имеют положительный результат. Например, многие из молодого поколения поняли в эти дни главное, что без крепкой семьи не будет сильной России. Правильно сказали, что без семьи у нас ничего не будет, то есть не получится возрождение русского народа, русской культуры. Я вырос в большой семье и попал тоже в большой семье в семинаре. Она мне дала очень многого и много чего общего. У меня легко, если вы на поле полной школе жить, общаться с ребятами. И у нас тоже большая семина была. То есть хорошее ощущение с людьми я приобрел в начале самое раннее детство, то есть родители, которые по-настоящему лично верующие люди могли научиться и воспитать. Организаторы форума отметили и наградили образцовые семьи, которые должны служить примером для будущих поколений, особенно многодетные. Благочинный приходов Ростовского округа протеерии Иоанна Сяк был награжден за популяризацию ценностей семьи и отмечен как отец 17 детей. Ваши аплодисменты получают протеерии Иоанна Асяк. Благочинный Ростовского округа. В семье отца Иоанна и его матушке Надежды воспитывается 17 детей. Ваши аплодисменты и наш юзкий вам поклон. Спасибо всем большое, конечно, за этот приз, я его передам матушке, как бы, не просто воспитывается 17 детей, как Бог дал. Я думал, будет трое максимум. Получилось 17. Эти семьи, как никакие другие, отражают самим своим существованием основную мысль форума. Крепкая семья – основа России. В завершении двух дней форума гостей порадовали творческие коллективы Ставропольского края, которые являются хранителями традиции, культуры и всего разнообразия духовных ценностей народов России. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok